Здравствуйте, уважаемые! Доброго времени суток! Меня зовут Ника, и я снова рада встретиться с вами на моем канале, посвященном американской винтажной бюджетерии. Сегодняшнее видео я планировала показать вам достаточно интересные украшения, купленные на Rush Sale. Что это такое? Я рассказывала в предыдущих видео, но поскольку у нас демократия, то есть демос, кратус, скажем, волеизъявление большинства, то большинство волеизъявило смотреть сегодня безеля. Поэтому сегодня мы будем сами смотреть безеля, а Rush Sale будем смотреть в следующий раз. Вот, и в следующий раз Rush Sale, и дальше у меня в планах, если все сложится, мне идет из Калифорнии коробка с очень-очень запутанным лотом украшений. То есть его никто не сортировал, потому что это, ну, очень запутанно, то есть изначально на разборе поместья это было очень запутанное клубок украшений. Поэтому мы его покупаем как есть. И в таких лотах есть, ну, большой шанс найти что-то интересное, потому что нигде ни на каком этапе его никто не перебирал, потому что это невозможно. Это только Ника с ее ангельским терпением способна разбутывать эти все многорядные цепочки. Вот, поэтому это у нас будут наши дальнейшие планы. Ну, а сегодня мы, как я уже сказала, смотрим безеля. Значит, единственный момент, если на прошлом видео, когда я снимала, у меня сломался штатив, вы это видели. Вот, и как-то не сложилось у меня купить новый, какие-то не попадаются, не попадались мне такие, как есть. Уже на выходных куда-то поеду в какой-то большой шоп-центр. Вот, и поэтому я как бы сейчас это прикрепила скотчем там, ну, и так далее. Поэтому если вдруг что-то будет падать, а я вдруг от сама там, не обижайтесь сильно. Вот, ну что, поехали. Значит, прежде чем начать смотреть то, что я как бы приобрела, я хочу, поскольку сегодня речь идет о безелях, я хочу показать вам мои безеля. Значит, я не могу сказать, что я фанат их, но у меня есть два. Вот, один из которых в золотом тоне. Вот, это настоящий американец, написанное «Made USA». То есть это еще делалось тогда, когда украшения делались в Соединенных Штатах, когда их не перевели в Китай. Вот, поэтому это настоящие кристаллы сваровские. Вот, и такое многоцветие. Вот, честно сказать, смотреть мне на него нравится. Но, вот сколько у меня это колье есть, я, может быть, его одевала, ну, всего лишь пару раз, потому что, честно говоря, вот, я не знаю, я даже, ну, как бы, не очень понимаю, как и с чем его носить. Напишите, как вы носите, если у вас есть многоцветные безеля, напишите, как вы его носите, с чем вы носите, ну, и так далее. Значит, это первое мое украшение. Так, а второе, это тоже безель, это серебро. Вставочки натуральный аметист, он, ну, очень маленький, поэтому его очень плохо видно. Вот, ну, это, конечно, такое украшение повседневное. И тут, понятно, просто одел и носи. Бизельочек только очень маленький. И то, и то украшения винтажные. Это вот то, что ношу я. Ну, а теперь давайте посмотрим, что нам, что нам предложили, так сказать, продавцы украшений. Значит, здесь у нас красивезное зеленое стекло, красивезное, золотой тон оправы. К слову сказать, безельное оправа – это одна из самых первых оправ, которая вообще, в принципе, появилась на зачатии, на востоках ювелирного мастерства. И украшения с безельными оправами находили там в Древнем Египте и где только не находили. Поэтому это, скажем так, не новшество, не изобретение, там, скажем так, 19-го или 20-го века. Достаточно длинное. Состояние отличное. Замочек шпрингельный. Все украшения, которые мы с вами смотрим, рано или поздно появляются в моем магазине на ebay. Ссылка на который в шапке, в профиле и под каждым видео. Значит, следующее украшение такое достаточно интересное. Это морозное стекло, так называемое это стекло. Видите, с таким морозным эффектом. И соединены эти безельные кристаллики такой крупной двойной цепью. Тоже достаточно длинное украшение. Маркировочка тут какая-то есть. Сейчас посмотрим, что это. Написано, что это Корея. Корейцы сделали такое роскошное, конечно, вещь. Смотрится очень эффектно тут. Вопросов нет. Еще у меня к вам один вопрос. Я на прошлых выходных купила такую скрынку, скорбнычку с винтажными пуговицами. Скажите мне, пожалуйста, вам было бы это интересно or no? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, следующее. Ну, я не знаю, оно в безелях, но это не совсем, конечно, безель, честно говоря. Ну, посмотрим. Забываю все время, если вы знаете, как называется эта компания. Там два слова на букву А. Я как-то потеряла информацию и чего-то не могу найти. Значит, здесь, во-первых, это не пластик, люцид, скорее всего. Бусины. Они как бы оправлены, но вопрос в том, что они, видите, они вращаются по отношению к корпусу. Поэтому, в общем-то, это, конечно, не безель. Такая подделка. Подделка под безель. Но украшение интересное, длинное. Единственное, что, конечно, надо эти люцидики протереть. Они такие несчастные. Сейчас, секундочку. Я очень люблю махать тряпкой перед камерой. Но хочется на него посмотреть. Смотрите, какая красота, когда он чистенький. Чистенький, а вот грязненький. У нас, девочки, уже весна. Сегодня 15 градусов было в Нью-Йорке. Это такой кайф. Я вам хочу сказать. Вот это шикарная вещь. В серебряном тоне. Многоцветие. Но если мой безель такой в рви глаз, то здесь такие нежно-пастельные. Нежно-розовый. Нежно-фиолетовый. Ну, чуть-чуть, как бы, я бы сказала, нежно-фуксиновый. Ну, тут немножко сэкономили. Видите, безель охватила только на вот эту часть, которая свисает. Та часть, которая... Та часть, которая сзади... Нечего это... Роскошествовать. Так, еще одно длинное украшение. Тоже очень интересное. Здесь лобстер-замочек, золотой тон, цепочка. И вставочки это стекло. Тоже морозное стекло. Но посмотрите, какое интересное. Каплеобразное. Вот это редко. Честно говоря, я не припоминаю безель. Такой в форме капли. Что вы скажете по этому поводу? Интересная вещица, правда? Так. Что у нас дальше? Дальше. Дальше украшение от... Энкляй, да, по-моему? Да, Энкляй. Это ее, так сказать, характерный для нее логотип. Замочек-лобстер. Энкляй, это американский дизайнер. Здесь тоже пластиковые вставки. Черный пластик, граненый. Но вы правили безель. Ну и классические безелюшки, смотрите. Это стеклышки уже, кристаллики. Красивое сочетание, правда? Причем здесь и квадратные есть, и овальные, и каплевидные вам, пожалуйста, на любой вкус. Пишите, какой из безелей вам понравился больше всего. Какой бы вы носили. Мой фаворит пока что вот этот зеленый. Я вообще очень люблю зеленый цвет. Такие овальные. Все-таки я пришла к выводу, что, наверное, однотонный безель это лучше, чем в ревеголаз многоцветный. Ну, как для меня. Так, замочек лобстер и кристаллики теперь уже синего красивого цвета. Причем интересно, так смотрите, от замка идет с одной стороны крупные, а с другой стороны какая-то такая симметрия интересная, а с другой стороны мелкие. Я бы, конечно, переставила, наверное, вот эти четыре куда-то туда вниз, да? Потому что четыре крупных, не пять, а дальше мелкие. Или оставить асимметрично, что вы скажете? Просто если бы асимметрия была до самого конца, в этом была бы логика. А здесь получается пять, и дальше много мелких. Странно. Ну, видите, у меня дочь художник, училась в художественной школе, их там учили, что если что-то кому-то где-то не нравится, нужно говорить, я художник, я так вижу. Так, так и здесь. Я дизайнер, я вот решил так сделать. Так, следующее украшение у нас. Премьер дизайн. Хорошая компания. И вот такие кристаллики в оправе. Меленькие. Ну, очень-очень симпатичненькие, правда? Вот оно как бы бесцветное, но при этом ярко очень бросается в глаза. Так, что у нас дальше? Ну, дальше у нас тоже такой же почти вырли глаз, как у меня. Крупный лобстер. И, с чем характерно, здесь цепей нет вообще. Здесь только без зеля. Как, в общем-то, и у меня. У меня тоже цепей нет. Те, что мы смотрели, почти везде есть цепь между... Между кристалликами. Красивый, конечно, он красивый. Но вот как его носить, я не понимаю. И синий, и красный, и зеленый, и фиолетовый с чем? Ну, разве что на каком-то однотонном черном, что ли, в фоне. Не знаю. Ну, вот, напишите, что вы думаете по этому поводу. Здесь оправа в золотом тоне. Но оно немножко... Хотя нет, не могу сказать. Хотела сказать, что оно поиздержалось, то нет. Но здесь ставочки тоже пластиковые. Это не стекло. Так. Следующая классика. Винтажная классика. Безель прозрачный. Кристалл в оправе. И бусины серебряного тона. Цепь чередуется между собой. Тоже украшения все в шикарном состоянии. Тут вообще придраться не к чему. Так. Пока что моя конструкция держится. Ника конструктор крупный. Наконструировала новый штатив. Так. Значит, здесь тоже... Ну, я думаю, что это кристалл Сваровский. Тут, конечно, все сверкает и блестит. Так что, мама не горюй, в золотом тоне. Очень симпатичные кристаллики. Тоже, кстати, без цепи. Красивенько. Очень красивенько. Ну, чем больше я смотрю, тем больше все-таки склоняюсь к мысли, что однотонные мне нравятся больше. Но это мне. Так. Здесь Incorporated компания. Тут жемчуга. Цепь золотого тона. И вот такой безель. Кристалл с эффектом АБ, медового цвета. Шикарный такой. Но он не плоский. Если обычно кристаллики безельные, а про и плоские, то здесь он выпуклый. Видите, как бы. Причем с обоих сторон. Длинненькое украшение. Ну, так. Тоже неплохо. Так. Следующее у нас украшение. Что здесь? А, я так понимаю, что тут у нас браслет. Давайте мы его снимем. У нас тут браслет. Энкляйн тоже. Да, вот этот вот ее. Вот такая красота браслетная. Это стеклышки. Но они, видите, есть совсем прозрачные, такие медовые. Есть желтые, полупрозрачные. И такое стекло прям матовое, да, непрозрачное. Здесь есть кольешечка такая, не очень длинная. И браслетик. Симпатичный, кстати, очень даже. Такое позднее летнее или раннее осеннее, да, настроение. Сразу запахло кофе. Памкин с корицей. Так. Дальше у нас идет очень длинное. То есть найти замок. Наверное, нет замка. Без замка. Безельное колье. Цепочка золотого тона. Такое якорное, что ли, плетение. И стеклянные вставки красивого, такого синего цвета. Меленькие в крапанах. Здесь, вот если обычно крапана не просматривается, обжимает сам безель. То есть здесь, как бы, с одной стороны есть крапана. Наверное, потому что очень маленькая. Чтобы держать наверняка. Так. Вот еще одна красота морозная. Здесь бочонок, замочек овальной формы. Стеклышки такие морозные. В оправе под золото. Красота. Красота среди бегущих первых нет и отстающих. Так, теперь еще одна красота. Здесь очень длинное ожерелье. Прямо длиннющее. Это тоже инкляйн. И тут, конечно, камни роскошные. Но я так подозреваю, что это оболон в стеклянной подложке, что ли. Вот этот голубой, какой красивый. Я имею в виду вот эти. Смотрите, видите, тут как бы просматривается рисунок шелл. Эти, конечно, нет. Это вообще на политовое стекло. Похоже. Голубой прозрачный. Здесь просто голубенький камушек. Все это дело чередуется. Ну, где вещь роскошная. Ничего не скажешь. Так, а теперь смотрите, какой необычный безель. Чокер. А, тут серьги. Чокер. И здесь висят кристаллики во праве безель в виде шармиков. Черненый металл. Коротенько здесь прям под шею. Ну, я думаю, что вот это очень эффектно будет смотреться. Ну, и такие же, скажем так, несложные сережки. Дальше. Маркировочек нет, но мне кажется, что здесь есть позолота. Тоненькая цепочка. Цепочка, цепочка, господи. И вот такие безелюшечки. Маленькие, сверкастенькие, блесчастенькие. Мама дорогая. Ну, и такая вещь. Очень нежная. нежная, но на вид роскошная. Так, есть еще безель, который чередуется с жемчугом. Смотрите, как тоже интересно. Что такое? Он какой-то мутный. Или так должно быть? Но это тоже, это не стекло. Не стекло. Такой нежно-розового тона. Какой-то люцитик, наверное. Вот. И серые жемчужинки. Но тоже достаточно интересно. Да, такое сочетание. Золото, нежно-розового цвета кристаллов и серый жемчуг. Так, что у нас дальше? Дальше еще одна классика. Это уже стекло. Здесь розовый тон. Похоже бы... А, вот, смотрите, очень похоже. Скажем так, цвет розового золота. Оправа безельные кристаллики. Очень, кстати, длинная тоже. Вообще, очень длинная. Прям даже не знаю. И вставки в виде металлических бусин золотого тона. Так. Вот еще одна роскошь. Ой, я так люблю вставки, монеты. Какое интересное украшение. Здесь шпрингельный замочек, крупная цепь, якорное плетение такого античного золота. Дальше, смотрите, идет жемчужина, потом черный безель в оправе, черное стекло, опять жемчужина и монета, монета английская, пени, английская, да, пени, скажите мне, я не ошибаюсь, и опять жемчуг в стекло в безеле и жемчуг. Вот эта вещь такая классная, прямо классная, прям очень классная. Так, еще одно украшение с жемчугом. Это тоже не стекло, но если бы стекло было бы тяжелое, здесь у нас замочек тоже шпрингельный, цепь золотого тона, жемчужинки, кстати, хорошего такого качества, думаю, что, наверное, майорка, вот, и люцитовые такие кристаллики, назовем их так, в оправе безель, ну, и дальше это все дело повторяется. Оттенки различные, да, то есть есть фиолетовый, розовый, черный, белый, какой хотите. Так, еще один безель, тоже интересный такой, ага, тут серии тоже пришлепали, давайте их снимем, чтобы они нам не мешали, что у нас здесь, здесь у нас замочек лобстер, цепь серебряного тона, бусины пластиковые, и дальше смотрите, какой красивый кристалл, красота какая, еще такие оттенки неожиданные, да, голубой и оранжевый, прям вообще, ну и сережечки такие, скажем, простенькие, просто бусинки, на, но, конечно, риволи кристаллы в оправе безель смотрятся очень эффектно, я, наверное, такой вариант вижу первый раз, видно, да, что риволи, так, ну и заканчиваем мы наш сегодняшний, нашу сегодняшнюю эпопею, тоже эффектным, очень украшением, в золотом тоне, лобстер, цепь, синий кристалл, в оправе безель, даже, дальше, вот такие бусины, усыпанные кристаллами и снова безеля, синий, красивый, такой глубокий синий цвет, ну вот, собственно, мы с вами посмотрели, сегодня были безеля на любой цвет, вкус, кошелек, расцветку и так далее, пишите, что понравилось, что не понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а я на сегодня с вами прощаюсь, желаю вам счастья, здоровья, любви, успехов, мирного неба над головой, have a day, bye bye, ваша Ника из Нью-Йорка. Субтитры создавал DimaTorzok